Молодежь, сегодня мы немножко тоже порассуждаем на тему «Убегайте». Давайте немножко вспомним, что у нас было до этого. «Убегайте лжеучителей» было первое у нас такое слово от Александра Ивановича. Вспоминайте, кто был на собраниях, о чем говорилось «Убегать лжеучителей». «Убегайте поврежденного ума» Андрей Сергеевич Чепель проповедовал, также говорил и эту тему очень излагал досконально, так сказать. «Убегайте идолослужения» брат Джеймс Кондратьев также говорил нам об этом в прошлое воскресенье. И в связи с этими пожеланиями «Убегайте». У меня вопрос, кто-нибудь начал бегать? Так, один человек начал убегать. Еще есть кто-нибудь, кто начал заниматься этим? Ну, я имею в виду не бегать по вечерам, чтобы похудеть, сестры. Кто-нибудь начал еще убегать от греха, от лжеучителей? Есть несколько человек. Есть, вижу. Слава Богу. Слава Богу, что не напрасно проходят общение, не напрасно братья пекутся и готовят тему, переживают. Но желание моего сердца сегодня, молодежь, с вами пообщаться и провести эту тему не как лекцию, не как заучную проповедь, а желание моего сердца от сердца к сердцу с вами поговорить, чтобы вы услышали этот плач и крик моей души, моего сердца и мое переживание. Я переживаю за молодежь, не то чтобы я такой хороший и такой исполнен чувствованиями, не только за молодежь. Молодежь – это наши дети, это мои дети, здесь они находятся. В связи с последним временем очень явно наблюдается охлаждение. Охлаждение в церквях, что любовь теряется, что желание жить свято, побеждать грех теряется. И это мое переживание, это моя боль. Я на это обращаю внимание. Давайте, друзья, вспомним притчу о десяти девах. Помните, там было пять мудрых, пять неразумных. Но также там был, раздался крик. Кто-то все же сделал этот крик. Кто-то все же обращается к этим девам. И я так думаю, а почему те пять мудрых дев не поделились маслом? Это же вечность, это же спасение души. Ну дайте вы масло, чтобы и они также дождались жениха. Я услышал такой ответ в себе, в сердце, что мы не можем, родители не могут своим спасением спасти детей. Мы не можем, тот, кто имеет спасение, ну мы даже если бы и хотели, мы не можем. Так написано в притчах. Ну и в жизни так, если разобраться, мы не можем, молодежь. Уходя в Царство Небесное, человек уверенно идет, он жизнь прожил достойно. Он не может взять за руку и с собой привезти туда человека, который спотыкался, который не прилагал усилия, который не старался быть победителем в этом мире, служить Богу и любить Бога от всего сердца. Не можем мы. Но то, что мы можем, если ты служишь Богу, если ты любишь Бога, доверяешь Ему, что мы можем, молодежь, что мы можем, братья и сестры? Мы можем быть этим криком. Мы можем крикнуть, молодежь, время последнее, вот жених идет. Идет Господь, приближается конец всего, приближается. И да благословит Господь сегодня это слово так же, чтобы оно прозвучало не как от Виталия Колпакова, а как слово Божие из Библии. Я буду читать, и мы будем вместе размышлять. И чтобы Господь открыл наши сердца, снял это покрывало с наших сердец и помог нам услышать этот зов, его глаз, то, что он хочет нам сегодня сказать. Настроим наши сердца. Сегодня также, молодежь, у нас такая тема. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Казалось бы, прочитать стих, и все понятно. Здесь говорится то, что не делать, и то, что нужно делать. Когда мы воспитываем детей, мы говорим, это нельзя смотреть. И мы включаем и разрешаем, вот смотри христианский мультик или слушай рассказ христианский. Это нельзя слушать. Слушай христианские псалмы. Не слушай от этого вероучения. Слушай вот эти вот. То есть, что-то нельзя, что-то можно. Юношеские похоти нельзя в сердце пускать. А что нужно делать? Нужно общаться с теми, кто призывает имя Господа. С теми, кто любит Бога. С теми, кто ведет прямой, чистый христианский путь, жизнь свою. А не тот, который то верующий, то неверующий. И в церкви верующий. Вне церкви он неверующий. Делает дела, за которые стыдно. Даже написано в слове Божьем, что за такие дела, за которые стыдно даже говорить. Казалось бы, вся тема раскрыта. Что делать, что не делать. Но у меня вопрос. Молодежь, кто из вас здесь сидящих, кому не приходила юношеская похоть? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, похоть это то есть желание что-то сделать плохое, неугодное сказать, сделать, съесть, выпить, посмотреть, кого-то огорчить, уколоть. У кого желание такое не приходило? Поднимите, пожалуйста, руку. У тебя не... Как? Не приходило. Не приходило. Хорошо. Я вижу, что это правильная аудитория. То есть это будет тема как раз кстати. Аминь. Юношеские похоти. Они приходят. И что нам нужно делать? Нам нужно убегать. Что такое юношеская похоть? Что такое вообще похоть? У меня такое вот сложение, ну, мысли такие пришли, что я сравнил как бы вот похоть, это что-то такое как вирус. Оно заходит потихонечку тебе? Ну, вы все знаете, с компьютером все занимаетесь. Оно заходит туда, этот вирус попадает. Ну, сейчас, может быть, как-то оно больше защищено. Но, по крайней мере, раньше так было. Заходит вирус и незаметно у тебя ворует файлы, вскрывает, что-то делает, что-то происходит, компьютер портится, нужно чистить компьютер, нужно программу устанавливать, переустанавливать и нужно... Проблема началась. Все. Вирус попал. Как он туда попал, это другой вопрос. Но что-то такое вот похоже с этой похотью. Вы все слышали, что такое троянский конь, троянский вирус есть, да? Вот троянский вирус попадает, ворует файлы, и потом проблема начинается. Откуда это взялось, вы также, я думаю, слышали и знаете, про троянского коня слышали, да? Что 10 лет не могли завоевать этот город, осадили его вокруг, никак не могли обхитрить его, 10 лет. Но потом в конце пошли на хитрость. Построили огромного деревянного коня. И туда посадили спецназ. СВАТ. По-английски как? СВАТ, правильно? Такие особые солдаты особого предназначения. Вот такую группу туда поместили, и этого коня туда запустили. Они взяли это как подарок. Приняли. И уехали. Все. Они думают, наконец-то они нас оставили, и нам еще подарок тут сколотили. Из наших же деревьев вокруг все пообрубали. Вот. И что получается? Ночью, когда все были на веселе, праздновали победу, солдаты вышли, убили стражу, открыли ворота, и все. Война закончилась. Город взят. В нашей жизни, к сожалению, так и бывает, что мы какой-то похоть, какое-то желание греховное, что-то такое, раз на пути у нас встретилось, и мы это принимаем как подарок судьбы. Ну, это окей, здесь никто не видит, я это сделаю, я это возьму, я это приму. Да? Вот. И этот вирус, он проникает в нас, мы впустили его, и что он первое поражает? Он поражает стражу, это нашу совесть. Нашу совесть он поражает. И тогда после какого-то времени город нашего сердца взят. Все. Там нет места Духу Святому, потому что там другие мысли, там мысли другие, после собрания сделать что-то другое. Вот ты сидишь на собрании, а думаешь совершенно о другом. Ты сидишь побыстрее, думаешь, чтобы закончилось, ты спать хочешь, ты не хочешь слышать, не хочешь слушать, не хочешь прилагать старания, усилия, ничего не хочешь, потому что вирус тебя полностью изнутри съел. Все, город разорен, город взят врагом. Из-за чего? Из-за того, что когда-то, когда-то зашла туда похоть, желание. Некто сказал, что похоть – это пригласительный билет ко греху. Это от нас зависит, мы этот билет берем или не берем, принимаем мы этот билет или нет. Похоть, она как стрела, она вот летит, пролетает либо мимо, ты укрываешься, не даешь этой похоти у тебя в сердце загнездиться, не даешь, чтобы эта похоть развивалась и в оконцовке ты сделал что-то, либо ты укрываешься, либо ты спасаешься от этого и победителем выходишь. Ибо похоть, зачав же, зачав, рождает грех. Иакова 1, 15. А сделанный грех рождает смерть. Похоть, зачав, рождает грех. Друзья, что такое зачав? Что такое зачав? Ну, скажем так, на обычном языке. Мужчина, женщина зачали в эту ночь, там, в брачную ночь сразу у них первенец. То есть нужно два человека. Смотрите, похоть, зачав, с кем она сделала это? С тобой или со мной? Есть похоть, она пришла к тебе и от тебя зависит, будешь ли ты пускать ее, будешь ли ты делать это. То, что мысль тебе пришла, желание греховное, похоть, от тебя зависит, будешь ли ты продолжать быть в общении с этой похотью. Потому что дальше, если ты, мы читаем, это Слово Божие говорит, если мы оставляем, зачав, рождает грех. А сделанный грех на этом не кончается, на этом это еще не конец. Ты сделал грех, думаешь, все, никто не заметил? Нет, брат, нет, сестра. Сделанный грех рождает смерть. Смерть духовную. Можно сидеть на собрании, я сижу, я участвую в вечере, и ничто, я не умер, я живой, я продолжаю жить. Как Адам с Евой, да, сказал Господь, что умрете, но сделали грех, не умерли же, жили. А смерть происходит духовная, ты уже не слышишь Слово Божье. У тебя нет уже этого желания, у тебя сердце не горит, как раньше ты воспринимал после покаяния, когда сердце коснулось Слово, живо и действенно коснулось тебя реально, ты услышал это Слово, нету этого уже, все, потому что происходит отмирание, человек начинает духовно умирать, происходит растление. Что такое растление? Это когда кто-то умер, и растление происходит. превращается в прах, гниет, так сказать, извините за выражение, и получается, человек духовно начинает портиться. Можно со стороны это и не заметить, но ты-то внутри, ты же знаешь, что Бог абсолютно свят, и нет ничего общего, света со тьмою, нет ничего общего, Слово Божье ясное и четко так сказало. Если ты живешь и поступаешь, впускаешь в похоть и живешь так, как ты хочешь, вне церкви, это не значит, что Бог такой. Господь говорит, я молчал, и ты думаешь, ты думал, я такой, ты думал, я с тобой согласен. Да нет же, друзья, нет же. Господь верных ищет. Господь ищет, чтобы сделать верными. Господь ищет, чтобы человек открыл сердце, чтобы человек обратился, чтобы человек открыл свое сердце и признался, что он был неправ и не жил двойной жизнью. Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Другими словами, я бы так выразился. Ибо все, что в море, это вода. А ты находишься на острове спасения, на Иисусе Христе. Это скала, твой остров спасения. Ибо все, что в море, это вода. Да? И в этой воде, в теплой водичке, плавают грешники, беззаконники, те, которые Бога отвергли. А ты смотришь на них. Только как ты смотришь? Ты смотришь с завистью и хочешь там поплавать? Ты вроде хочешь и здесь на острове остаться? И вот здесь, вот в этой теплой, прозрачной водичке покупаться? Вот она похоть, желание, понимаете? Когда ты смотришь и ты думаешь, насколько же это вот приятно, насколько это завлекательно, охота. И тебе, может быть, машут, тебя зовут, тебе говорят, зайди, вода теплая, ну зайди по пояс хотя бы. Ты там весь не ныряй хотя бы по пояс. И ты так думаешь, ну, это окей, я так немножечко, пришла такая похоть, я немножечко, я не буду упиваться, я чуть-чуть, чуть-чуть так по пояс, по колено зайду, по колено. Я весь не буду туда нырять, чтобы не заметили, что я мокрый, обратно вернулся на остров, на остров спасения. Ну, нам нужно побеждать эту похоть, друзья. Это Слово Божие говорит, своими силами ты, может быть, сидишь и думаешь, правильно, своими силами ты не победишь. Может быть, и раз, и два, и три ты пробовал, но не получается. Но это возможно, друзья, раз Слово Божие призывает, это возможно. Семь раз праведник упадет, Господь силен поднять его. Господь силен поставить. Так что ж такое похоть плоти? Это можно различить так. Опять же, это мои мысли. Это для плоти, для тела приходит похоть. Это необходимость или непотребство? Непотребство – это то, что тебе не нужно, то, что без чего можно обойтись. Необходимость – это то, что нужно. Ну, допустим, у вас есть машина Toyota. Toyota Corolla или Toyota Camry у нас вот ездят люди, уважают эту машину. Почему? Потому что она не ломается. Вот. У тебя есть машина, даже, скажем, пусть она будет новая, там, ей три года. Кто-то на акшене выиграл, там, отремонтировал, тебе подарил сыну или дочери, и ты ездишь. Ты ездишь, казалось бы, машина не ломается. Ты ездишь пять лет, десять, и она еще будет десять или пятнадцать лет ездить. Но ты смотришь на подружку, ты смотришь на друга, который купил себе спорткар, что-то посовременнее, и все, и у тебя нет мира и покоя, и у тебя огромное желание приобрести спортивную машину. И ты для этого что только не делаешь, ты на работе пропадаешь, ты в церковь не ходишь. Почему? Потому что зашла похоть для твоего тела. Это необходимость или непотребство? Это непотребство. Необходимость – это когда у тебя нету, и тебе нужно передвигаться, на работу ездить или еще куда-то. А Слово Божье нам говорит так. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Здесь можно это задавать вопрос по отношению к одежде, к еде, ко всему. Это непотребство или необходимость. У тебя есть одежда, у тебя обувь не изнашивается, ну ты захотел Гуччи. Сумочку Гуччи захотела сестра. У нее хорошая сумочка, там, не дешевая, но хочет Гуччи. Вот у нее там появился уже жених, их объявили, или муж с женой, молодая семья, пара. Начались проблемы в семье. Проблемы в семье начались. Нет денег. Жена хочет сумочку, как у ее подружки, она увидела на Инстаграме. Похоть плоти, друзья, это то, что похоть, юношеские похоти приходят, когда хочется, для тела хочется, но также еще есть у нас похоть очей. Если с предыдущей темой, с предыдущим абзацем нужно было немножко объяснить, что такое похоть плоти, то похоть очей, я думаю, для всех понятна, да? Это то, что ты хочешь посмотреть, то, что нельзя смотреть, но тебе хочется посмотреть. То, что тебе в пользу не принесет, духовный рост у тебя не будет от этого крепче, ты духовно не станешь, но тебе охота посмотреть. Похоть очей. Друзья, вы знаете, что похоть очей, вот если бы ты впустил эту похоть в сердце, то она помогает тебе увидеть то, что ты до этого даже и не обращил бы внимания. На то, что ты не обратил даже внимания. Вот если ты видишь сестру, да? Если ты видишь сестру, и если ты видишь, какой высоты у нее, какой длины у нее юбка, если ты видишь, какой ширины у нее разрез, если ты видишь еще там что-то, я не знаю, не хочу с этого места говорить, но братья пусть догадываются, да? И сестры тоже не глупые, да? Которые, может быть, повод дают для этого. Если ты начинаешь замечать вот это, брат, это не значит, что ты такой вот внимательный. Это значит, что ты смотришь похотливыми очами. Значит, похоть уже в тебе находится. Если ты начинаешь внимание обращать на сестру, потому что Слово Божье говорит, с сестрами общаться как по чистоте, как Слово Божье говорит, как с сестрою поистине. А не так, что ты общаешься с сестрой, а и обсматриваешь ее внутри, в себе, в голове, и зацениваешь. Делаешь ей фидбэк, делаешь ей оценку от пяти, от нуля до пяти. Вот что значит смотреть похотливыми глазами, похотливыми очами. Иов говорит так, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. Причем здесь завет с глазами, и при чем здесь помышлять? Из этого стиха я знаете, что вижу, какой вывод можно сделать? То, что в то далекое-далекое время, когда не было еще возможности, чтобы на телефоне и на компьютере посмотреть, эта проблема, она также существовала. То есть братья, ну я не говорю братья, извините за выражение, мужчины, мужчины засматривались на девиц. Мало того, что засматривались, помышлялись, думали потом после этого, мысли развивали, думали. Говоря о похоти очей, сама, так сказать, ну и говоря о том, что бегайте, юношеские похоти, сама тема вытекает из этого последующая. А это записано 1 Коринфянам 6,18. «Бегайте блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Бегайте блуда. Ну если мы говорим об этом, то, конечно, вы прекрасно помните эту историю про Иосифа. Он убежал. Он убежал. Да так, что его держала жена Патифара, и он вырвался и оставил свою одежду. Зачем? Для чего? Куда ты бежишь? Ты здесь молодой. У тебя сил столько, ты такой здоровый. Тебе жить и жить карьеру строить здесь в этом доме. Глядишь, не сегодня-завтра там что-нибудь случится с хозяином дома. Может, ты вообще хозяином станешь, займешь место его. Куда ты бежишь? Может, Бог тебе утешение такое послал, что ты здесь сделался уже главою здесь этого дома. Куда ты бежишь? Все нормально. Ни отец, ни братья, которые тебя предали. Казалось бы, и на Бога можно обидеться. Ну, куда ты бежишь? А Слово Божье ясно и четко говорит нам. Бегайте, убегайте. Почему? Почему для юноши звучит этот призыв? Убегайте. Друзья, Иисус Христос предвидя на будущее, понимая, я так думаю, да, что будет время, когда вот этот потусторонний, не потусторонний, а виртуальный мир завладеет, да, придет сюда. Предвидя это, он сказал так, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Уже прелюбодействовал. Если ты с вожделением посмотрел на женщину, ты уже сделал этот грех. И поэтому Иов говорит, завет я положил с очами моими, с глазами моими, чтобы не смотреть, чтобы не помышлять. Реально, если какая-то ситуация, если ты не смотришь, а реальная ситуация, нужно бежать. Нужно бежать. Я уже несколько раз говорил пример, но он просто к теме, сам напрашивается, простите, еще раз повторю. Я еще крещение не принял, там у себя, в Казахстане, в деревне, там никого верующих, на всю округу, во всем поселке нету, я один верующий. Еду домой, молодой, все, сильный, здоровый, только начал церковь ездить, нашел баптистскую церковь, покаялся дома. И вот в автобусе девчата молодые ездят. Каждый вечер, когда я возвращался, они в это время ездили, там их двое или трое. И одна из этих трех девчат подходит и говорит, моя подружка хочет с тобой познакомиться. Вот тебе поле, познакомься, засвидетельствуй, скажи о Боге, глядишь, спасется, ты уже нравишься ей. Засвидетельствуй только, расскажи, что ты верующий, вот тебе поле, сей. Но если ты понимаешь, если ты молодой, молодая, если ты понимаешь, для чего и почему, то не обманывайтесь, друзья, не обманывайтесь, молодежь, не обманывайтесь от этих мыслей похотливых. Я благодарю Бога за то, что Он дал правильный вопрос задать, после чего они убежали. И я, так сказать, ушел. Все, диалога не произошло. Убегать нужно, не нужно обманываться, не нужно думать, что как в том стихе, ну а там среди спасенных может быть и мой сужденный. То есть я пойду, сейчас этих спасать буду, и кого-то, кто мне понравился, я его тоже спасу. Это обман, молодежь. Не обманывайтесь. Убегайте. Написано, убегайте. Похоть, когда уйдет, сделанный грех рождает смерть, рождает духовную смерть. И что приходит? Приходит разочарование. Никто меня не понимает. Никто меня не принимает. Все меня оставили. Да никто тебя не оставил. Иисус, Он любит тебя, Он руку протягивает. Если ты споткнулся, если ты споткнулся, не обязательно это что-то может такое, что нужно идти к пастырю и исповедаться. Но если ты споткнулся, ты понимаешь, что ты неправильно поступил. Нужно идти к Иисусу, чтобы Он из сердца искоренил эту похоть. Потому что похоть, она загнездилась в сердце, и она никуда не денется. Если ты не исповедуешь этот грех, если ты не исповедуешь то, что тебя влечет, эта похоть никуда не денется. Она на время тебя оставит. Когда ты пришел в собрание, ты сидишь и думаешь, ну я же не хочу сейчас. Ну я же свободный человек. Я свободный. Если бы я был раб греха, то я бы сейчас не мог бы сидеть без этого. Я бы просто пошел бы и опять бы это сделал. Я же не раб греха. Да нет, друзья. Для чего пришел враг душ человеческих? Для того, чтобы украсть, убить и погубить. обмануть. Он отец лжи. на время он может тебя оставить, не посылать тебе этих мыслей. Но похоть, если она у тебя там живет, периодически, может быть, ты раз в месяц делаешь это. Это называется раб греха. Без разницы, какой интервал между этим действием двоим. Пусть Господь откроет наши сердца и поможет нам понимать, поможет нам осознавать, поможет нам прибегать к Богу в тот момент, когда Бог открывает наше сердце, открывает вот это покрывало с нашего сердца, приоткрывает, и мы начинаем понимать, да, я неправильно поступал, да, я неправильно сделал, да, я неправильно живу. Если такая мысль есть, нужно идти к Богу, нужно спешить к Богу, потому что Господь говорит, что не ожесточите сердец ваших, когда услышите. Ныне, когда услышите глаз, не ожесточите сердец, то есть сердце не делайте жестоким, жестоким, неспособным, чтобы Слово Божье, оно произошло у нас в сердцах, от человека это зависит, молодежь, от вас это зависит, каким сердцем вы хотите, чтобы у вас какое сердце было, каким сердцем вы хотите овладевать, чтобы оно у вас было. Жестокое, каменное, или плотяное, которое Христос дает, добрая, способная услышать Слово Божье, способная любить ближнего искренно, способная протянуть руку помощи, способная понимать и поступать поистине так, как Господь призывает, какое сердце будет в нас, это зависит от нас, потому что время последнее, и крик этот раздается, молодежь, время последнее, во многих по причине беззакония охладеет любовь. Любовь к кому? Любовь к Богу. Написано, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Давайте проверим себя. Вот сейчас, с приходом теплой погоды, нам что больше хочется делать? В Дом Божий влечет, как Давид говорит? В Дом Божий? Или в волейбол поиграть, на солнышке побегать? Я понимаю, молодые годы, всему свое время. И для этого делается волейболы у нас, спортивные игры, вечерние общения, когда погода позволяет. Это все на своем месте. Но когда ты не ходишь на собрания, можешь весь день воскресный провести где-то фан какой-то проиметь. Когда ты на молодежное не идешь, ты идешь куда-то погулять, и это раз, и два, и три у тебя происходит. К чему у тебя любовь в сердце получается? Что там живет? Желание служить Богу, желание любить Бога, быть Ему верным, или похоть тобою правит, как молодым. Вы сильные юноши. Почему? Потому что вы победили лукавого, и Слово Божье в вас. Слово Божье делает нас сильными, друзья, молодежь, братья. Не джим нас делает, куда мы ходим заниматься, сильными, а Слово Божье, друзья. И тут же я не ставлю никакого запрета, потому что Слово Божье говорит, что спортивные занятия, они мало полезны. То есть есть какая-то польза в этом, да? Ну не переусердствуй, а то под штангой и сердце может остановиться, или глаза вылезти на орбиту. Друзья, и также к сестрам. Красота в чем? Сокровенный дух, скромный дух. То, к чему Господь призывает, то, что драгоценно пред Богом, пред Его очами. Как юноши содержать в чистоте путь свой хранением себя по Слову Твоему. Слово Божье нам помогает побеждать эти похоти. Читать Слово Божье, слушать Слово Божье, когда находимся на собрании, реально стараться слышать Слово Божье. Не получается молиться внутренно. Господи, открой мое сердце. У меня вроде уши есть, но я не слышу. Кто имеет уши, слышит? Мы проходили, да? По откровению. Да, слышит. Есть уши, но не слышу. Как будто бы и не ко мне говорит. Меня это не касается. Как одна сестра говорила, ну, еще тогда не сестра была, служителю. Вот ты говоришь, что без покаяния не войти в Царство Небесное. Что же мне теперь? Пойти грех, что ли, сделать, чтобы покаяться? Я живу нормально, я не грешу, негрешная. Понимаете? Вот так вот, к сожалению, бывает и у верующих, у детей, верующих родителей. Но я же не поступаю так, как вот те поступают. С наркотиками, с оружием, с пистолетами там стреляются, творят, что хотят. Я же я же приличный. Да, друзья, можно и приличным грешникам пойти в ад. Если мы не осознаем, если мы не принимаем Слово Божие, которое говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Так Слово Божие говорит, все согрешили, без разницы, ты родился у верующих или не у верующих. Я помню, у нас общение было как-то среди родственников. Что-то там нашкодничали, натворили дети наши. И все верующие мы, родители. На что у меня мысль прошла тогда? Друзья, родители, не ужасайтесь. Без разницы, это ребенок. Ну как, разница есть, что дети святы, да, написано так, ваши дети святы. Но я имею в виду, что без разницы, что человек родился, пацан родился в неверующей семье, верующие, но до тех пор, пока он не покаялся, пока Дух Святой там не пребывает в сердце, ни похоти, ни желания греховные и юношеские похоти, а Дух Святой пока там не пребывает, не живет, он такой же грешник, как тот, который от передоза, от наркотиков на улице стоит, сгибается. Что этот в ад пойдет, и что этот, который родился в верующей семье, если Бога не впустил в сердце и не живет по Слову Божьему, тоже пойдет в ад. К сожалению, так написано. Я, мы не можем поспорить. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Не оскорбляйте Духа Святого. Мы оскорбляем тем самым, если мы впускаем в наше сердце эти похоти и даем им там гнездиться. Мы оскорбляем Духа Святого, того, который спас нас, который когда-то вошел в наше сердце, или мы на пути к тому, чтобы он нами полностью овладевал, пребывал, чтобы полное право и в сердце ему было. Все мысли мы должны отдать. Мы на этом пути. Но приходит момент, когда мы даем место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Соглашаясь с делами, которые осуждаются Словом Божьим, давая похоти в сердце у нас загнездиться, тем самым мы оскорбляем Бога, оскорбляем Святого Духа. И тогда у нас получается, как в Слове Божьем сказано, имеющие вид благочестивый, а силы его отрекшиеся. То есть отрекаюсь. Как ты отрекаешься от сил, от силы Божьей? Как ты отрекаешься? Тогда, когда ты осознанно согрешаешь, ты отрекаешься. Ты не веришь в то, что Бог тебя может освободить. Ты не веришь в то, что жизнь реально победная, я имею в виду. победная жизнь молодежи дорогая реально. Слово Божье нам об этом говорит. Это не сказка про Иосифа, про еще кого-то, про каких-то. Наша победа, знаете, в чем? Наша победа в том, чтобы осознать, что мы не можем без Бога, что мы без Бога проигрываем. Вот в чем наша победа. Наша победа в том, чтобы открыть та похоть, которая овладевает нами, чтобы открыть в свете, перед Богом. Вот в чем наша победа. Может быть, это кажется, что это позор, я так поступаю, да как я так могу открыть это, сказать перед церковью, перед молодежью, помолиться, попросить прощения, или к служителю подойти, да потом после этого будет на меня служить и смотреть с таким подозрением. Ты проиграл, если ты так думаешь. Тебя обманул сатана, если ты так думаешь и с этим согласился. Наша победа в том, чтобы признать наше поражение. Если я признаю свое поражение, да, я споткнулся, Господи, я упал, я пришел к нему, я раскаялся, то он дает силы этого не делать. Почему Иосиф убегал? Я вспоминаю случай, мой первый забег, хотя мне жена говорила, не говори уже об этом, уже все знают, вот эту грязь вот эту всю поднимать. Простите, молодежь, но я не о грязи хочу сказать, я хочу сказать о чувстве победителя. Хотя на тот момент я был под чувством наркотиков. Звала девчонка, общаться, как будто бы там что-то потерялась сестренка, пойдем поищем ночью. Все, затянуло в дом, но Господь через Слово Божье осуждает. Я услышал до этого Слово Божье, я читал Библию, я не покаянный еще был, я еще не покаялся, но я читал Слово Божье до этого, когда был в местах лишения свободы, и там этот стих я запомнил, что как вол он пошел на убиение. Вол, ну это бык, да, теленок, вот он идет, он не соображает, там охотник стоит, метится на него, со стрелою, и он как вол пошел на убиение, его ведут, и он идет, все, его сейчас вот-вот убьют. И этот стих меня обличил, и мне стало противно, и я встал, молча ушел, убежал от этого, понимаете, от этого греха. Но знаете что, хоть я был и под наркотиком, да, тогда, но этот наркотик отступил. На тот момент я не шел по земле, я шел по облакам, я шел по воздуху, я просто летел. Вы не понимаете, не поймете, это нужно пережить. Сила, это вот эта сила от Бога, которую он дал, победу, победу он дал, он дал силы через Слово Божье, я услышал Слово Божье, и поступил так, как Господь призывает, так, как Господь повелевает, так, как он говорит, оставил, убежал от греха, и я пережил такую силу, такое наполнение, такую радость. Бог посетил, Бог наполнил, Бог сделал этим победителем. Спустя какое-то время я обратился к Богу, и слава Богу, Господь освобождает, очищает. Если вам сказать, что я все время иду по облакам, то я обману вас, молодежь. Я тоже был молодой, я был в миру, я не знал о Боге, потом я стал верующий, был тоже молодой, и тоже искушение, и тоже мысли, и тоже похоти юношеские прибегают. Но я вам скажу, что Бог дает силы быть победителем. Жизнь, которое, Слово Божие, которое Бог призывает, она реально, святая жизнь. Я не специально это, я не оговорился, я вас поприветствовал, святые Божьи дети, я вас приветствую. Вы являетесь с этими детьми. Вы должны таковыми являться, вы должны признаваться пред Богом, прибегать к Богу, и если есть эти поражения, признаваться пред Ним. И тогда вы будете победителями. Однажды брат на работе схитрил такой случай. Может быть, кто-то слышал это, в интернете эта история идет. схитрил на работе и человеку сказал полуправду. Не до конца. Сказал так, чтобы он его понял так, как я хочу. Бывает такое, вот вы рассказываете там про подружку, про друга, кто-то что-то сделал, и чтобы того возвысить или унизить, как-то так расскажете, чтобы вас правильно поняли, так, как вы хотите. Вот. Но совесть осуждала его, осуждала, и он на следующий день подошел к этому брату и попросил прощения. Прости меня, я согрешил. Он говорит, что ты сделал, как ты согрешил? Он говорит, ну вот так и так, я тебе вчера рассказал, я тебе сказал не так, как на самом деле было, вот так было. Он говорит, да успокойся ты, все нормально, дыши ровно. И он говорит, я после этого начал дышать ровно, свободно задышал. То есть он стал победителем, он признался, да? А потом на следующий день еще, через день, через два, вот этот мужчина попал в больницу. Дома, в погреб, под землей, вот в России так это делается, под землей там вырывают, в доме погреб, так пол вырезается, там дверка, и там хранят соленья, соленые помидоры, огурцы на зиму. Картошку там, это все запасаются, потому что все огороды, все свое. И вот он туда спустился, там стоял бензин, этот выходил, испарение пар от бензина, он зажег спички или лампу, и взорвалось. И он обгорел, очень, очень большой обжег у него был, у этого человека неверующего, с которым наш брат работал. И тот, который верующий говорит, а как мне теперь его посетить? Вот желание есть посетить, а как посетить? Он скажет, о, ты пришел. Особенно, знаете, когда человеку больно, когда тяжело, он скажет, о, ты пришел, иди отсюда, святой, знаю я, какой ты верующий. Вчера меня обманул, а сегодня пришел меня тут что-то говорить. И такие мысли посылает враг. Но он переборол себя, пошел в больницу. В больницу пошел, говорят, никого он не хочет видеть. Он просто в ужасном состоянии, обгорелый, просто боль невыносимая. Там только жена с ним сидит и все, больше никого не хочется. Не пускают его в больницу. Он говорит, ну, пожалуйста, пойдите, скажите, что вот такой-то, такой-то брат пришел. Месестра побежала, сказала, спускается с такими глазами большими и говорит, он сказал, что вы прошли. Еще, говорит, он сказал, что это, говорит, человек святой. На вас, говорит, он сказал. И она, говорит, так обсматривает. Он говорит, я иду, говорит, по лестнице, по ступенькам и плачу. Плачу и молюсь. Господи, какой я святой. Ты же знаешь мое сердце, ты же видишь. Ты же видишь мои поступки, ты видишь, как я поступал, что сказал. Какой я святой. Жизнь святая, друзья, в нас начинается тогда, когда мы склоняемся перед Богом, когда мы признаем свои ошибки, когда мы признаем ошибки перед друг другом, когда кого-то огорчили, обидели. Может быть, это выглядит смешно, но ты огорчила подружку свою, ты друга своего огорчил, неправильно сказал про него, или кому-то что-то правду сказал. Правда? Клевета – это правда тоже. У тебя желание пришло, похоть такая пришла, и ты правду эту понес туда, куда не надо. Вот если мы признаемся, просим прощения, просим прощения у Бога, тогда это и есть жизнь святая. Да благословит вас Господь, молодежь дорогая, благословит всех нас, быть этими победителями, убегать юношеских похоти. Для сравнения сделайте для себя еще такая подсказка, помощь такая, чтобы нам на практике побеждать вот эти вот похоти. Проверяйте, сколько времени вы находитесь в телефоне, а потом поставьте таймер и проверьте, сколько времени вы читаете Библию, сколько времени вы молитесь. Просто за всю неделю возьмите это время и сравните время выходной день, который вы провели лежа на диване. Что пересилит? Один день за телефоном просидели? Или за неделю, сколько вы молились и Библию читали по времени? И пусть Господь через это нам скажет, что нас влечет, что мы любим. Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Аминь. Помолимся, молодежь.